С вами Николай Пивненко в проекте Дата. Сегодня 13 июля. В этот день появились на свет в 1894 году Исаак Бабель. В революционные годы служил ЧК. В качестве корреспондента газеты «Красный кавалерист» находился в самой первой конной армии, а еще воевал на румынском и польском фронтах. И был репортером тифлистских и петроградских газет. В общем, биография сумасшедшая. Главные произведения, конармия и одесские рассказы. В мае 1939 Бабеля арестовали. Точная дата его гибели неизвестна. Он был расстрелян по обвинению как зарубежный шпион и террорист. 1920 год. День рождения Аркадия Адамова, писателя, автора так называемых милицейских детективов. Оперативки, засады, обыски, ночные дежурства, облавы и прочие прелести тяжелой и опасной работы советской милиции. Дело в том, что писатель все это пережил практически лично. И написал свой первый и самый знаменитый уголовный роман «Дело пестрых». Как говорят, родись Адамов попозже, он бы просто купался в славе современных бесконечных российских боевиков. А тогда он пытался вывести нового, молодого оперативника, который идейно подготовлен, который ответственен перед всеми людьми. 1923 год. Михаил Пуговкин рождается, российский актер, который прошел славный путь от массовок до главных ролей. Причем в памяти зрителей остались даже бессловесные его появления типа лихо отплясывающего гостя в фильме «Свадьба». Роли в фильмах «Девушка с гитарой», «Свадьба в Малиновке», «Адмирал Ушаков», «Девчата», ну и, конечно, участие в картинах Леонида Гайдая принесли Михаилу Пуговкину всенародную любовь. Валентин Пикуль родился в 1928 году. Писатель, честь имею, фаворит пером и шпагой. А в 1932 году родился российский режиссер Петр Фоменко. Год 1942, день рождения Харрисона Форда, американского киноактера. А через два года родился Эрнё Рубик, венгер, который изобрел тот самый знаменитый кубик, который потом назовут Кубик Рубика. В 1963 году родился Вадим Казаченко, эстрадный артист и певец, заслуженный артист России, который сейчас часто гость всевозможных программ о человеческих судьбах, чаще касающихся очень неприятных тем. Событие дня. 1728 год. Русский мореплаватель Витус Беринг отправляется в первую камчатскую экспедицию «Искать, где Азия сошлась с Америкой». В ходе плавания на судне «Святой Гавриил» были выявлены Карагинский залив с островом, залив Креста, бухта Провидения, Надырский залив и остров Святого Лаврентия. В следующем году Беринг обогнул Камчатку с юга, выявив Камчатский залив и Авачинскую губу и через Охотск и всю Россию вернулся назад в Петербург. 1772 год. Джеймс Кук на корабле «Ресолюшен» начинает первое в истории кругосветное плавание с запада на восток. 13 июля 1793 года член конвента, председатель якобинского клуба Жан-Поль Марат убит сторонницей журналистов Шарлотте Корде, которая пришла к нему просто взять интервью. Эдакая журналистка. При этом сам Марат принимал ванну. Плохо себя чувствовал. Корде начала называть имена противников якобинцев Нормандии. Несмотря на водные процедуры, Марат не поленился записать всех названных врагов, пообещав собеседнице. Эти господа обязательно будут, слово сложное, гильотинированы. И это были его последние слова. Корде выхватывает кинжал и вонзает его Марату прямо в сердце. 13 июля 1878 год. Торжеством канцлера германской империи Отто фон Бисмарка завершается так называемый Берлинский конгресс, оказавший громадное влияние на международные отношения в Европе в конце 19 века. Германия, Россия, Австро-Венгрия, Великобритания, Франция, Италия и Турция подписали Берлинский трактат, который подводит черту под острейшим кризисом на Балканах, который обернулся полным поражением турок в войне с Россией 1877-1878 годов. Армия Александра Второго освободила томившихся под османским игом славян и едва не захватила Константинополь. 1882 год. День основания московской городской телефонной сети. Открытие первой ручной телефонной станции системы Гелиланда компании Белла. Расположенная на одной из самых модных московских улицах пятиэтажное здание прекрасно подходило для телефонной станции. Им владел этим зданием купец Попов. Он-то и становится первым абонентом. Первые же номера состояли всего из трех цифр. К концу года количество абонентов составляет уже 246. Первый телефонный справочник МГТС появился в 1895 году, когда в Москве зарегистрировался 1741-й абонент. Ну а в 1921 году в Москве Наталье Исац основан московский театр для детей. До ареста в 1937-м она была его директором и художественным руководителем. Центральный детский притягивал талантливых людей. Драматургов Розова и Хмелика, режиссера Товстоногова, актера Ефремова. В 1992 году театр изменил свое название и стал российским академическим молодежным театром. 1930 год. В Монте-Видео проходит открытие первого чемпионата мира по футболу. Команда Франции со счетом 4-1 обыграла сборную Мексики. В первенстве принимает участие 13 команд. Европу представляют лишь четыре сборные. Франция, Югославия, Румыния, Бельгия. Остальные европейские команды, говорят, испугались долгого пути за океан и непривычного климата. Кстати, этот вопрос и сейчас часто поднимается. Первым же чемпионом мира стали хозяева уругвайцы. 1962. В Ленинграде кировским заводом выпускается первый трактор Кировец. Колесный аппарат пятого тягового класса. При мощности двигателя в 220 лошадиных сил, дающий возможность использовать широкозахватные орудия. К-700 почти в три раза увеличивал производительность работ по сравнению с другими машинами. Разрабатывался как продукция естественного двойного назначения. В военное время его предполагалось использовать как артиллерийский тягач. К тому же ходила легенда, мол, машина изначально была сделана для армии, но что-то армии в ней не понравилось. Некоторые модификации выпускаются до сих пор. 1973. В Англии выходит первый альбом группы Queen с одноименным названием. Группе уже два года, но до поры до времени музыканты чаще занимаются своей профессиональной деятельностью. Брайан Мэй в астрономии, Роджер Тейлор в биологии, Джон Диккен в электронике, а Фредди Меркури в художественном дизайне. 1987 год. На центральном телевидении СССР появляется утренняя программа «90 минут». Начинается эра так называемых утренних телевизионных эфиров, которые привнесли в советское телевидение некую легкость подачи информации и много музыки, причем зарубежной. Программа быстро превратится в 120 минут. Ну и последнее. 1923 год. Впервые установлен знак Голливуда на голливудских же холмах в Лос-Анджелесе. Слово из больших букв «Голливуд» создано в качестве рекламы в 1923 году, но впоследствии стало фирменным знаком киноиндустрии США. Расположен знак на южном склоне горы Маунтли на высоте 491 метра над уровнем моря. Изначально на знаке было написано слово «Голливудленд», и создавался он с целью рекламы новых жилых кварталов. Знак стал настолько однозначно ассоциироваться с Голливудом, что одна из актрис даже совершила самоубийство, спрыгнув с буквы «H», выразив протест Голливуду, который ее отверг. В 1978, 75-ю годовщину Голливуда, знак полностью обновили. Размеры новых букв составили почти 14 метров в высоту и имели ширину от 9 до 12 метров. А старый знак какой-то продюсер сумел продать на аукционе за 450 тысяч долларов. Как говорится, что в имени тебе, твоем. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».